На самом деле здорово, что кто-то еще взял, кто-то понял, что объем теста куда больше, чем мы с вами рассмотрели, и дальше с этим вопросом. Скажи, ты какие-то дополнительные источники использовала для этого? Ну, я сначала сама подумала, потом прочитала, какие виды бывают, и еще дополнила. Хорошо, отлично. Нарисуй тогда, чтобы все видели, что именно происходит. Тестирование белого и черного ящика. Нужно разобраться, есть ли у нас доступ к коду. Если есть доступ к коду, то можно поискать ошибки в нем, чисто так, визуально. Или найти причину ошибок. Если что-то здесь увидим, можно поискать в ходе причины ошибок. Необходимо уточнить, работает ли данная программа для всех, кто зашел на страницу, или только для тех, кто зарегистрирован или обладает какими-то правами. При любом ответе необходимо проверить доступ к странице, это функционально тестирование. То есть, если при регистрации, то чтобы кто-то не зарегистрирован не мог зайти. А если при регистрации, то чтобы все могли за нее находить. Вот. Функциональное тестирование. Ну, попробуем ввести по однозначному числу и получить результат, проверить, как все работает. Потом по однозначному числу, по другому, в смысле по другому числу. Потом по двузначному должен вывести информационное сообщение об ошибке. То есть, пользователь понял, что он не так сделал. Потом все остальное пробуем ввести. Пробелы, слэш, ну мы говорили. Все в куски кода. И тоже должно вывести информационное сообщение о том, что он именно неправильно ввел. Так, хорошо. Вводим максимальное число, например, в девятку. Смотрим, чтобы кнопка вывода поддерживала вывод двухзначного числа, а не только однозначного. Вот. Так. Ну, стирание из полей. Проверить, как очищается результат. С помощью кнопки «Сереть» получается. Ну, если нет такой кнопки, то нужно сказать, чтобы ее сделали. Чтобы был удобный пользователь. Так. Ну, ладно. Этот момент я потом говорю. Хорошо. Продолжайте. Какой результат будет вытого, если мы не введем ничего? Предложить по умолчанию сделать, вот предлагаю. Зацененный ноль вместо цифр. Если сайт будет выдавать ошибки при незаполненном поле, то глупый пользователь, который может подумать, что там ноль, больше не захочет заходить на этот сайт. Вот. Тестирование производительности. Проверяется при большой загрузке сайта, когда одновременно много людей пользуются этой программой. Например, там тысяча еще людей. Как быстро будет работать программа, не будет ли она выдавать какие-то ошибки. Попробовать много раз подряд нажать кнопку «Итого», как будет работать программа, и не придется ли перезагружать браузер. Ну, бывает, что там зависает. Тестирование интерфейса. В первую очередь необходимо на каком-то из этапов объяснить пользователю, как пользоваться программой. Хотя бы написать правило сверху. Это еще тест документации я отнесла. Да, верно. Окна ввода должны визуально отличаться от окна вывода. Необходимо, чтобы было видно знаки «плюс» и «равно», чтобы можно было понять, что за чем идет. Это какой тестирование? Это интерфейс. Ага, верно. Поярче сделать кнопки «Итого» и очистить, чтобы они выделялись, и их не приходилось долго искать. Проверить грамматические ошибки. Как будет отображаться окно при работе на сервере, когда программа временно недоступна. Должно быть написано грамотное объяснение, а не какие-то каракули. Тестирование удобства пользователя. Скопировать наш пример, попробовать ставить в Word Excel, проверить, как будет там отображаться информация. Если пользователь копирования необходимо будет отдельно вставлять картинке «плюс» или «равно», то это неудобно. Если невозможно сделать корректным отображение самой формы подсчета, то можно сделать так, чтобы пример выводился целиком чуть пониже формы расчета где-нибудь, чтобы его легко можно скопировать и вставить. Но мне кажется, что это может понадобиться функция кому-то. А также возможно для одного сеанса сделать запоминание подшипных примеров, выводя их ниже. Если по какой-то причине сайт все-таки медленно работает, можно сделать звуковой сигнал при окончании подсчетов. Ну, конечно, не для этого, наверное, а для больших. Проверить, не устоят ли глаза от подобранной цветовой гаммы программы. Да. Тестирование совместимости. Проверить, как отображается и работает программа на разных ООО и браузерах. Попробовать увеличить экран и посмотреть, чтобы она корректно отображалась, корректно растягивалась. Зайти в программу с мобильника, планшет и проверить, как она здесь работает, как отображает ошибки, запоминает ли цифры. Ну, в общем, все их функции. Тестирование локализации. Проверить, как страницы отображаются на других языках, если браузер автоматически ее переводит. Словары и задания должны быть написаны просто, чтобы легко можно было перевести любым переводчикам. Особенно это важно, если часть пользователей у нас иностранца. Мне так кажется. Тестирование безопасности. Попробовать пользоваться программой, если к ней нет доступа по прямой ссылке. Ну, вот если не зарегистрирован. Как-нибудь. Да, да, да. Стрессовое тестирование. Будет ли продолжать работу программы при отключении интернета? Сохранит ли данные? Тестирование, восстановление после сбоев. При отключении и сразу включении света. Интернет на сохранительные данные. Будет ли корректно работать? Модульное тестирование. Но это уже по другим видам. Смотрим на нашу страничку в целом, как она отображается. Давай модульное тогда потом посмотрим. Давай я сейчас пока помню, скажу тебе. Во-первых, ты большая молодец. Большая молодец в первую очередь. Потому что ты, как я поняла, ставила по приоритетам. То есть начала от самых важных моментов, закончила самыми такими простыми. Но ты зацепилась за конкретный пример. Тебе так было проще понять и очень правильно. Но просто я скажу, что у нас не было условия, что это веб-страница. Это могло быть десктопное приложение, это могло быть мобильное приложение, это могло быть даже не приложение, это могло быть вообще бот на ящике железном, который выполняет какую-то функцию. Да, я просто что ближе так и поняла. Да-да-да, нет, ты молодец, ты со всем справилась, ты перешла к частному. Но в случае, как бы, я думаю, что тебе сейчас не составит труда взять, подумать и перевести аналог на десктоп. Вот, понимаешь? Ну, то есть, если я тебе скажу точно, что это приложение под Windows XP, то есть, которое делает этот момент. Ну, понимаешь. Это для тебя не проблема. Затем у тебя была такая... Можно я взгляну? Я просто забыла. Там тестирование нагрузки, по-моему. Нет. Безопасности. Попробовать пользоваться программой, если к ней нет доступа по прямой ссылке. Тут, наверное, я бы не согласилась, но я это всё уточню и сформулирую уже позже. Тебе вот прям ответ на этот вопрос. Хорошо? Безопасность немножко иначе. Всё-таки немножко иная. Вот. В остальном, да, всё здорово, всё классно. Если там... Я не против Буду, я думаю, что другим это будет интересно разобрать, может, там выложить в сеть. Хорошо. Вот. Так что, да, супер. Я считаю, что домашнее отзывание выполнено более чем отлично. Спасибо. Я не ожидала. Думала, у меня будет всё-таки правда. Будут разные. Ну... Нет. Сейчас мы говорим об абстракциях. Ты правильно сделала, что зацепилась за... Но мы говорили о... Вот. Вопросы какие-то? Нет? Так. Тогда приступим к написанию тест-кейсов. Как его запустить? Ну, подожди, что я... Демонстрация. Где она? Номер по сервису рядом демонстрация. Поверь. В панели, где файл, справка. Кто-нибудь нажмите мне. Я позову здесь. Вверх, на самом деле, посылали демонстрацию. Давайте я... От 5. А, всё. А вот она как мне не спорта. Ну... Ага. В России, в российском, скажем так, нет точного определения понятия тест-кейса. Если говорить абстракто, то это проверка. То есть, если вам говорят выполнить тест-кейс по вводу отрицательных значений, то есть, проведи проверку и проверь результат. То есть, провести проверку на что-то и проверить какой-то результат. Вот. Далее я это всё буду пояснять. Набор тест-кейсов, он же тест-сьют. Это набор этих проверок, понимаете, из которых это всё состоит. то есть, там, проверить неверный... проверить ввод некорректных данных, это тест-кейс. Проверить корректность работы ввода логина и пароля, это... ну вот набор проверок. Это тест-сьют. Атрибуты. Что обычно используется? Я продублирую номер. Это уникальный индикатор тест-кейса. Для чего его используют? Он обязательно должен быть уникальный. У каждого тест-кейса, у каждого тест-плана должен быть свой адрес. Каждый человек живёт в каком-то доме, у каждого человека есть свой адрес. Так же тест-кейс. У них должен быть адрес. Я всем настоятельно рекомендую для понимания после прочитать главу про тест-планы и тест-кейсы в Савине. То есть, вот тут прям я настоятельно всем рекомендую, потому что там это всё расписано и разжёвано. А я не буду это дублировать, потому что, ну, это надо прочитать. Так будет проще. Название. Ну, тут краткое описание сути. Грубо говоря, заголовок. Понятно. Предварительные шаги. Это обязательные предварительные условия, которые вы сделали для того, чтобы провести конкретно эту проверку. Например, если вы проводите тест логина, то предварительным условием будет это регистрация этого логина. Или такой-то логин. Это будет предварительное условие. Шаги. Собственно, это те шаги, которые вы сделали, чтобы привести к какому-то результату. Открыть страницу, ввести корректный логин, ввести корректный пароль, нажать старт. Ну, или вход. Ожидаемый результат. Это что мы ожидаем. Что должно быть в итоге. В данном ситуации переход на страницу, на главную страницу пользователя. После регистрации. Ну, то есть корректный вход, переход на страницу, допустим. Пример. Есть внутренний сайт компании, которая проводит интернет. Сайт. Это все абстракция. Это взято из головы. Тестру. Собственно, доработки, выкладки. Ну, то есть это все мелочи. Суть в том, что есть сайт. Он релизный. Вот он. Есть ваша тестовая среда. Про тестовую среду я расскажу позже. Про вот этот деф и прочее. Это, скажем так, место для его тестировать, грубо говоря. Вот. На сайте можно заводить карточки обслуживаемых зданий и карточки жильцов. Карточки создает администратор. На тестовой машине всегда есть пользователь с правами. Логин, пароль, админ 1. При входе на тестовый сервер есть дополнительная авторизация, чтобы туда не могли попасть люди извне. С логином и паролем тест-тест. То есть, грубо говоря, у нас есть две формы авторизации. Первая из которых является авторизация основная, другая, ну, вот, общая, грубо говоря. Собственно, пример одного тест-кейса. Ну, здесь описано кратко, здесь описаны только сами шаги. Собственно, зайти на сайт, ввести логин тест, пароль тест, войти под учетный администратор, логин админ, пароль админ, перейти на вкладку жильцы, нажать кнопку создать карточку товара, нажать кнопку сохранить, не заполняя никакие данные. Как здесь и здесь идет момент, что тут придумайте все вы сами. Можно сделать, как вам удобно. Можно зайти на сайт, затем в отдельную строку ввести логин тест, пароль тест и так далее. И тут очень важно найти золотую середину. И очень важно очень кратко и очень четко формулировать свою мысль. Это вот самое главное, что должно быть в тест-кейсе. Дальше я это все раскрою. Собственно, то, что ожидается. Ожидаемый результат. Появляется сообщение, да. Карточка не сохраняется. Карточка не сохраняется, потому что мы катались в степестой коль. Понятно. Преимущественные недостатки тест-кейсов. Собственно, тест-кейсы, когда они все расписаны, когда они расписаны по шагам, можно посадить абсолютно любого человека с любым знанием технических, гуманитарных, абсолютно с любыми навыками, и посадить свой тест-кейс. Более того, очень известна практика, что когда приходит новый тестировщик, большая и крупная компания, в которой уже все сделано и все поддерживается, что ее сажают именно за выполнение этих тест-кейсов. За выполнение, как правило, за редактированием. Это уже другой момент. Это будет дальше. Да, прохождение тест-кейса дает уверенность в полной проверке всей этой функциональности. Я поясню. Когда продукт становится все больше и шире, проверять его нужно все чаще. Бывают моменты, что ты проверяешь все, но что-то упускаешь. Вот это упущение, оно будет преследовать тебя до следующего релиза. Серьезно. То есть это тот момент, когда ты можешь быть успешен. То, что ты заранее сел и все продумал, ты все прописал, все описал, и сейчас ты прошел по всем пунктам, которые были ранее продуманы. Вот. Это преимущество. Недостатки и значительно больше. Очень много копипастов. Безумно много копипастов. Просто космически много копипастов. Кстати, две кнопки, две стерты. Это действительно факт. То есть, особенно учитывая, что первые шаги, они, как правило, повторяются. То есть, если мы говорим про регистрацию, авторизацию пользователя, то мы заводим предварительные шаги. Это переход на сайт. Вот корректного логина. Вот некорректного пароля. Результат – ошибка. Вход на сайт. Вот некорректного логина. Вот корректного пароля. Результат – выдавление в ошибке. Следующий тест-кест. Вход на сайт. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Таких может быть очень много. Для этого разрабатывается, ну вот сейчас, в современное время, когда уже разрабатываются чек-листы, так называемые. Когда мы предварителями указываем, что мы заранее зашли уже на сайт. Это предустановленные условия. Что мы зашли на сайт, что у нас есть логин введенный, есть пароль введенный. Дальше мы же тестируем вот этот вот авторизация и регистрация. То есть, мы описываем шаги, но это я покажу уже дальше. Вот сейчас я рассказываю полное. Сложно поддерживать. Понятно, одно следствие из другого. Если мы много копипастим, если мы, у нас есть функциональность и кнопка вход, и кто-нибудь решает ее поменять на кнопку войти, то нам нужно зайти и все это вручное поменять. Понятно. Неактуальное состояние. У Савини это очень подробно расписано, что тест-планы, тест-кейсы они как люди. Они рождаются, живут и умирают. И неактуальные тест-кейсы случаются, ну довольно часто случаются в компании, что какой кусок функциональности изменился, какой кусок функциональности умер, какой-то охвалился. Случаются чаще, чем кажется. Вот. И тест-кейсы, виду это, в смысле, неактуально. И нужно поддерживать постоянно актуальность. И в этом проблема. Это занимает очень много ресурсов в виде человека часов, и не каждая компания может себе позволить такую поддержку. Вот, собственно, о чем я говорю. Для того, чтобы они работали, их нужно поддерживать, их нужно дорабатывать. Это занимает много усил времени. Вот. Для того, чтобы это все упростить, создаются тестовые сценарии. Это как вопросы о пуш-тестировании, да. То есть мы заранее прописываем те легкие тестики, которые мы делаем, и мы просто пробегаем по кейсам. Бездомная быстренько все смотрит. Нет. Пример оформления. Собственно, тот же сайт. Если мы говорим о нескольких ожидаемых результатах, это что данные, несколько вариантов необходимых данных. Для каждого прописан свой ожидаемый результат. Понятно. То есть действие-результат, действие-результат, действие-результат. Кратко. Вот. Сейчас я покажу, как это выглядит. И заранее предварительно несколько шагов. Ну. Вот. Собственно. Да. Шаги. Зайти на сайт. Логин, пароль. Войти под учеткой. Перейти на вкладку «Шильцы». Создать кнопку «Создать карточку жила». Заполнить поле «Фию». Нажать кнопку «Сохранить». Да. Тут мы просто прописываем, что мы ввели. То есть, грубо говоря. Вот. Самый ожидаемый результат, пожалуйста. Тут мы вводим все ожидаемые результаты, которые мы прописывали. Первый момент. Я сейчас продублирую. Спасибо. Спасибо. Так. Вот. Первый момент. Мы вводим корректное имя, 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 отчество. Все. Карточка сохраняется. Тест прошел положительно. Поле. Оставить поле пустым. Ошибка. Ввести какие-то значения. Много значений. Ошибка максимальная. Понятно. Опять же, на английском ввести. Ошибка. Ну, и так далее. Дальше сюда вот то, о чем мы говорили. Все кейсы, о которых мы обсуждали. Так. Коды и так далее, и так далее. Дальше уже можно заниматься в зависимости от такого. Какая задача у нас стоит. Другой вариант. Зайти на сайт. Войти под учетной записью. Перейти на вкладку жильцы. Нажать кнопку «Создать карточку жильца». Ввести корректные FIU, например, Иванов и Иванович. Нажать кнопку «Сохранить». Я послушаю. Так. Стоп. Да. Жидаем результат. То же самое. Мы прописываем подробно все, что происходит. Вопрос. Берем, пополнить, и мы прописываем. Я актулировать сейчас текстами не буду. И, как бы, просто может это получать. Я не знаю. Видно задних рядов? Нет? Ну, хорошо. Пока оставлю и объясню. Здесь, дальше я буду рассказывать вам про специальные реализованные веб-среды, в которых это все заводится. Как вы понимаете. Это все заводится не в Word. В Минтике и не в Excel. Хотя раньше было именно так. Сейчас же есть специальные среды. Их не так много. Есть среды баг-трекер. Баг-трекинг. Их значительно больше. Они значительно лучше. И значительное развитие. Ну, и большее развитие. Потому что они используются разработчики. Для тестировщиков же у нас есть самый знаменитый тест-линк. Я его потом продемонстрирую. Не самое удобное. Зато бесплатное решение. Вот. Вот. Тест 4. Создание жильца самым полным. Зайти на сайт. Вести жильц. Вы понимаете момент копипасты, копипасты, копипасты. О чем я говорила. Нажать такочку жильца. Вести корректные фио. Например, Иванов, Иван Иванович. Нажать кнопку сохранить. Вот. Ожидаемый результат. Окно с информацией о жильце закрывается. Отображается общий список, в котором присутствует новая карточка. Эту карточку можно открыть. В этой карточке отображаются данные в поле фио указанного Иван Иванович. Можно вот так прописать. По пунктам. Прямо вот один маленький момент. Это будет довольно развернуто. Но нужно ли это? Зависит от того, что вы тестируете. Какие задачи перед нами сделают. Власти применения. Ну, так как, да, это то, о чем я говорю. Так как тест-кейсы очень сложные поддерживают, чаще используют чек-листы или комбинации чек-листы и тест-кейсы. Есть функциональности, которые нужно писать полностью. Там, да, там сидишь, прописываешь всю вот эту последовательность. Потом, например, снова посписываешь всю эту последовательность с одним извинением. А потом начинаешь прописывать все эту последовательность. Или тогда ты просто заходишь на страницу, ты пишешь... Потому что, да, я зашёл на эту страницу, и дальше ты просто пишешь, что я сделал это, получил это, сделал это, получил это, сделал это, получил это. Это я смотрю уже по необходимости. Момент исключения — это дедлайн. Дедлайн, как правило, тест-кейсы, тест-планы входят на второй план. Всё-таки тест-кейсы нужны. Тест-кейсы — это жизненно важные системы, ошибка которых может привести к гибели. Самолётостроение, медицина для атомных станций. Да, здесь надо тестировать очень аккуратно и тщательно. Но, опять же, если говорить про мой пример, то если говорить о полном тест-плане, с тест-кейсами, которые я полностью описываю, это пример тестирования прошивки бытовой техники. Понятно. У нас есть некая функциональность, которая может с телефона прошить утовую электронику. Вот. И когда мне ставят задачу протестировать эту функциональность, то да, я пишу при тест-кейсы предварительно, я по всем прохожусь, я проверяю, я всё продумываю. Потому что я понимаю, что если произойдёт какая-то фатальная ошибка при работе устройства, то, скорее всего, пользователю ничего не останется, как пойти в сервисный центр. У нас были прецеденты, когда чайник прошивался утюгом. Вот. Это было забавно. Вот. Но у нас был прецедент, когда после проведения тестирования выявилось, что не работает кнопка. Такие моменты нужно все продумать, все прописать, ни в коем случае ничего не забыть. Это очень важно. Вот. Если мы говорим о тестировании программного обеспечения, его легко, быстро можно обновить. То есть это быстро замечается, выпускается новая версия, на которой мы ставили все ошибки. Вот. И, соответственно, выпускается телевизор. Там страница меньше времени. Понятно. Так. Ну, соответственно, чтобы не запутаться, это нормально. Простые системы, веб-сайты, мобильные приложения и тому подобные. В ситуациях, когда в команде один или два тестировщика, знающие свой продукт, время потраченное на создание и поддержку тест-кейсов никуда не опутаться. Так. Ну, веб-сайт, предприложения и прочее до определенного момента. Если мы говорим о крупном интернет-магазине, то, наверное, тест-кейсов все-таки нужны. Вот. В какой-то момент не нужны. Вот. Товолее часто бывает, что проект начинает с малого, и дальше начинает расти, 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 расти. И в какой-то момент тестировщик начинает понимать, что он не справляется, ему нужен второй тестировщик и нужны тесты. Вот. То есть такое тоже бывает. Это и в этом мобильных приложениях. Ну, если мы говорим о каких-то некрупных интерфейсах, то там проще иметь одного человека, который все знает. Вот. И главное его ценить, чтобы не убежало, по целому. Вот. Но действительно не окупается, потому что проект очень много времени. Например, на описание полного течайника расходит. Один тестировщик сидит и три дня этим занимается. Ошибки. Ошибок очень много. Очень часто. И, опять же, еще раз в Савине очень подробно описано, как делать не надо. Здесь пример потяжелее, но попривычней. Разведем. Ну, собственно, пример. Ошибки. Ошибки. Первое. Абстрактное название. На первый взгляд, название хорошее и короткое, но мы создаем жильца. Неизвестно, какое название. В итоге новый тестировщик, получив задание провести кейс, создание жильца, обнаружив системе два десятка проверок. С каким названием их пойдет, ступор какой выбирать. Ну, понятно. Кратко, но емко. По названию тест-кейса тестировщик, знающий проект, должен понять, что надо делать. Но человек, который первый раз открыл это, он не поймет. Собственно, опять же, как написано в Савине, мы всегда думаем о том несчастном человеке, который придет после нас. То есть человек любой, абсолютно, с любым набором технических знаний, должен открыть абсолютно любой тест-кейс, открыть, прочитать и понять, что от него хотят. Повыдительное наклонение. Ну, выполни, загрузи. Соответственно, выполни, загрузить. Понятно. Нет ссылки на URL. Там написано test.rot. Мы не сможем кликнуть и перейти. Нам нужно скопировать, идти в браузер, вставить и так далее. Мы делаем максимально просто. Понятно. Нажми на кнопку войти. Я говорила кратко, но очень емко. В правом верхнем углу экрана содержит много подробностей про пользовательский интерфейс. Ну, в данном случае то, что я говорила. Подойти. Ну, то есть можно расписать шире, если вам надо, но проще войти под админ пароль. Ну, помните, да? То есть ввести это в одну строчку и кратко. Нет нужной информации. Непонятно, как авторизироваться. Есть пункт за логиней с правами администратора. Отлично. Но там не расписано, как это сделать. Это мы возвращаемся в пункт того, что человек, который возьмет в первый раз, запустит, не поймет, что значит с правами администратора. Что, как, где он может запутаться, он может замешкаться и так далее. Должна быть всегда прописана нужная информация. Например, если есть авторизированный пользователь, где-то должно быть написано введи тест, тест, логин тест, пароль тест. Если не написано, то должна быть ссылка и отдельная инструкция, что зайди, зарегистрируй своего пользователя и используй его. Понятно. Но это должно быть написано прописано. Это к вопросу о предварительных условиях. Нет описания проверки. Карточка создана. Собственно, кратко, но слишком непонятно. Тестировщик может только предполагать, что включает в себя этот пункт. Достаточно для того, что карточка закрылась. Как она открывается в новом окне, в этом окне. То есть, ну, такие тонкости, опять же. Да. Должна ли система отображать введенные данные, если открыть карточку на просмотр? Что конкретно должно проверяться? Ну, собственно, если мы все это причешем, если мы чтем все моменты, вот как выглядят шаги. Зайти на сайт DevTestroom. Понятно. Ссылка. Пойти под учетной записью администратора. Логин, admin, пароль 1. Понятно. Перейти на вкладку жильцы. Нажать кнопку создать карточку жильца. Ввести корректный фил, например, Иван Иванович. Нажать кнопку сохранить. Дай ему результат. Окно с информацией о жильце закрывается. Отображается общий список, в котором присутствует новая карточка. Эту карточку можно открыть. В открытой карточке отображаются объединенные данные. То есть, в поле ПЮ указано Иванов Иван Иванович. Все, Лена? Как вы думаете, есть возможность этот кейс еще как-то улучшить? Можете перечитать еще несколько раз. Вынести информацию отдельно, которую надо вводить. Какой? Ну, логин, admin, пароль, фамилию, имя, общество. Отдельно. Ты сейчас говоришь врача КЛЕСТ? Да. Это может быть делать все верно. Но мы сейчас говорим, что мы делаем один модуль. Получаем один результат. Одно действие, один результат. Хотя он тут довольно расширенный. Но все же. Нету. Собственно, название по-прежнему абстракта. Создание жильца с корректным филом. Слово корректным и так далее. Название тут кейса, такой же маркер, как ошибка в названии бага. Таких слов надо избегать. Понятно, да? Позитивных проверок можно придумать много, да. Создание жильца, у которого нет отчества. Понятно. Это уже корректно. Только из этого названия сразу понятно, про что есть. Понятно, да? Ну, то есть, формулировка. Нет нужной информации. Зайти на сайт www.test.ru. Я открываю этот сайт, а там авторизация. Как мне туда попасть? Никак. Надо идти узнавать логин, пароль. Зачем? Ну да. Помните, я говорила, что нужно пустить тест тест? Да. Ну, понятно. Третий вариант. Ну понятно, ждем это. Третий этаж, в принципе, можно считать корректным, хотя если, по-моему, тоже не видимо тест-тест. Слово «корректное»? Слово «корректное»? Нет. Ну, «корректное» фио. Повести «корректное» например. А как надо написать это? Здесь есть пример, просто оставить. Просто фио. Можно написать «корректное». Главное избегать этого в заголовке. Вот тут в пункте. Можно писать «корректное». Если вы пишете какие-то конкретные данные, например, вот, Иванов Иван Иванович. Можно написать «вести Иванов Иван Иванович». Это будет некорректное значение. Потому что ввести можно любое. Тестировщик поймет, что если ввести Иванов Иван Петрович, это будет неправильный кейс. Понимаешь, да? Если мы говорим заголовок, то заголовок должен быть четким. Если мы говорим… Например, примеры, кстати, нужны и важны. Это хороший момент в пунктах. Ну, я пишу корректно. Заголовки я действительно стараюсь избегать. Вот это вот. Понятно. Немного терминологии. Терминология – это, скорее, перевод выписок из английских книг. Возможно, вас будут спрашивать. В речи это будет использовать. Вам это понадобится. Если вы просто спрашиваете, здесь идет формулировка. Ее нужно еще раз переводить. Цель спецификации – тест-кейс. Пописать детали каждой тест-кейса. Понятно. Идификатор – тест-кейс. Это уникальный идификатор, благодаря которому данный документ может быть отличным сталином. Это то, что я говорила. Это его ID. Он должен быть уникальным. Обязательным. Всегда. Когда их становится много, их становится очень много, вы в них можете блуждать. И тут момент раскладывания по папочкам, грубо говоря, он обязателен. То есть в наборах тест-планов всегда должен быть порядок. Это важно. У них должны быть свои ID. Притом в написании, допустим, должны быть не только цифры, но и какие-то… Даже очень часто используют теги. Понятно, да? Тестировка по тегу мы тестируем. Элемент теста. Элементы, фичи, которые необходимо протестировать по этому кейсу. Дефицированные элементы на такие моменты, например, включен библютуз, если мы говорим о мобильном приложении. Понятно, да? Браузер. Входные данные – это значения, которые мы вводим. Но это, грубо говоря, Иванов Иван Иванович в нашем случае. Выходные данные – это то, что мы получаем в ответе. Корректный логин. Соответственно, то, что нам говорит либо ошибка, если он некорректный, либо могут быть другие выходные данные. В случае вот этого уходит тот самый ответ. Окружение. Ну, оно идет туда же в модификатор, но окружение – это какая-то дополнительная аппаратура или еще что-то. Ну, не знаю. Я сейчас скажу глупость, но, например, для использования компьютера нужна мышка. Мы все это подразумеваем, никто это не пишет, но, например. Если, например, мы тестируем программу AutoCAD, то в некоторых случаях нам нужно использование планшета. Такого, на котором рисуют, не знаю, как называется. Вот, ну, к примеру. А чем это сейчас приведет тест? Потому что там включены какие-то программы? Аппаратные и программные. А, потому что это именно аппаратные, да? Нет, сейчас. Сейчас сформулируют. Фичи, которые необходимо протестировать по этому кейсу. Тут скорее, смотри, тут скорее особенности или скорее можно отнести к заголовку. То есть, там, в случае логина и пароля мы тестируем. Если мы делаем упор на то, что нужно посмотреть результат работы приложения при выключенном Bluetooth, да, то мы это указываем вот здесь. Понимаешь? Да, если это для нас жизненно важно. А в аппаратных мы просто вводим особенность. Например, что устройство должно поддерживать Bluetooth 4.3. Понимаешь? Ты должна участвовать в тест-клейсах? Тест-клейсах прописанных. Да, конечно. Ну... Это как предварительные шаги, да, считается? Предварительные шаги? Нет, это не предварительные шаги. Выключить Bluetooth — это предварительный шаг. Окружение — это то, что он должен поддерживать Bluetooth 4.3. Понимаешь, да? Разница? Да. Способы, процедурные требования. А вот это... А, да. Собственно, особые процедурные требования — это входы. То есть, когда мы описываем, что перед тем, как завершить, допустим, пройти регистрацию, да, мы заканчиваем регистрацию, то есть, если следующий тест у нас снова регистрация, то нам нужно написать, что мы должны выйти из зарегистрированного поля и зайти на эту страницу и снова начать свой кейс. По кругу она так идет. Соответственно, особые процедурные требования относятся именно к этому. Я не помню, чтобы я их использовала, если честно. Это слишком очевидно. Зависимость. Ну, это опять же, мы пишем, как тест-кейсы между другом зависимы. Они... Я очень советую стараться делать независимые кейсы, но иногда происходит зависимость. Вот. Их нужно обязательно указывать. Понятно. Вот. Список тест-кейсов, которые были выполнены. Ну, например, если мы проводим поле авторизации, у нас должна быть прописана зависимость. То есть, это может быть как предварительное условие, но может быть как зависимость о том, что предварительно был тест-кейс регистрации, а потом уже авторизация. Понятно. А если предварительно тест-кейс не выполняется, имеет ли смысл дела последующие, которые идут? Вот. Тогда мы стопаем. Что? Тогда мы стопаем. То есть, ну, я сейчас прошу. Тогда мы стопаем процесс, мы пишем, что нет возможности продолжить из-за бага, который стопан процесс. Все, мы закрываем тест-кейс, мы пишем, что он не выполнен, мы пишем страшную багу, ждем, пока ее поправится. Живой пример чек-листа. Это моя рабочая таблица, рабочий пример. Собственно, это то, что поддерживает ПО. Я про ПО буду рассказывать подробно. Ну, то есть, мы идем к частному. Это так называемая сертичка. Вот. Ссылка о нем я скину. Вы можете поиграться, позвонить там. Я как раз советую вам что-нибудь сделать именно так. Собственно, тут какие есть атрибуты. Проверки и результаты. Статус в процессе создания, понятно. Готовность, насколько она сделана. Тут есть таблицы, есть предварительные данные. Собственно, вот как она выглядит. Есть приоритетность и какая-то дополнительная закрепленность. Тут проверка, результат. Проверка, результат. Проверка, это то, о чем я говорила. Кратко, лаконично. Здесь идет первая страница запуска. Вы видите? Кто-нибудь что-нибудь видит? Нет? А, хорошо. Собственно, что тут? Проверка на соответствие с макетом. Макеты по ссылке. Указана ссылка. Ссылка не указана. Кстати, это кофта, где у тебя. Соответственно, на всех устройствах. Айфон. Ну, собственно, тут я просто смотрю картинку на картинку, что все соответствует. Вторая проверка. Клик на старт. Меню из трех пунктов. Код, регистрация, демонстрация. Картинки с чайником перелистываются. Что у меня тут идет в предварительных и аппаратных устройствах? В предварительных устройствах идет, что приложение установлено с App Store. Что приложение запущено. Что у нас включен Bluetooth. Что у нас включен Wi-Fi. Что у нас версия ПО 8.1. Что у нас... Что еще пишу? Ну, вот, пожалуй, я начал. Такие условия. Что может являться дополнительным в случае тестирования входа? Собственно, все проверки поля регистрации. Потому что сначала регистрация, потом вход. Понятно. Пожалуйста. Здесь есть кнопка Play. Это когда мы приписали все скинсы, мы их запускаем. Ну, мы их чекаем. Да. У меня нет презентации уже, к сожалению. Но я покажу. Там она выглядит следующим образом. Т.е. Действие. Результат. Кейс пройден. Галочка. Кейс провалит. Крестик. Понятно. Бак. Интеграция в бак трекер. Три основные важные кнопки. Понятно. Три основные. Вот как это происходит вживую. Вопрос. Я знаю, что сейчас скажу. Я очень советую всем буквально даже на этой неделе, на это время, это действительно займет не больше часа, потому что это описано мало. Но там мозг скипит. Я вам нечем от моей лекции. Почитайте Савина раздел тест-планы, тест-кейсы. Прям очень рекомендую для закрепления. Тогда вам станет все понятно. Вот. Сейчас какие-то вопросы есть? Можно повторить что-то чек-листы? Тест-кейс. Понятно. Тест-кейс. Тест-кейс. Понятно. Ну, грубо говоря, когда мы для определенного набора тестирования заботим предварительные результаты. Например, если мы тестируем вход в логин и пароль, то мы сначала пишем предварительные результаты, ну предварительные действия пользователя зарегистрированного пишут. Дальше мы пишем предварительные условия, что мы зашли на этот сайт. Там... То есть уже заданы парамики. Да, мы задаем парамики, что мы зашли на этот сайт. А дальше мы начинаем писать, что мы сделали. Ввели корректный логин, корректный пароль. Ввели корректный логин, корректный пароль. То есть я прямо пишу вот тут. Вот корректного логина и пароля. Русские, английские языки, ну латинские цифропробелы. Понятно. Что я обводила. Результат. Переход на страницу. Понятно. Регистрация с пустыми полями или одним полем. Кнопка зарегистрироваться, не активно. Понятно, да? То есть я пишу, что я сделала, что получила, что сделала, что получила, что сделала, что получила, что сделала, что получила. То есть я всю страницу проверяю до конца. Вот. И на этом мой чек-лист закончен. Все возможные варианты. Да, да. В случае тест-кейса я пишу, что зайти, ввести, ввести. Полученный результат. Такой-то. Понимаешь, да? Подробно расписываю. То есть просто более проще, чем пристать. Да, проще. А, и все. Да. Опять же, где-то необходимо пользоваться вот подробным описанием, где-то проще расписать. В случае ввода логиного пароля действительно проще расписать вот так. Понятно. Простать довольно чем. Окей. Вот. Еще вопросы? Тест-сьютон содержит тест-кейсы или просто описывает в общем, что будет выполняться? Тест-сьютон называет тест-кейсы. То, что должно в общем выполняться – это тест-план. Но очень многие тест-план называют тест-сьютон. Очень часто. Очень много. Не удивляйся. Если ты с этим столкнешься, то с этим столкнешься. Вот. Тест. То есть. Ну вот. Оно в общем так. Не могу вернуть. А вот сценарий-то не есть, тест-кейс, да? Ммм? Ну, я Савина читала. Он рассказывал про сценарий тестовый. Тестовый сценарий. Тест-сьютон. 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 Вот он как раз называет так. Да. По-моему, я точно помню. Да. Да. Все верно. Там все какое-то было слово. У Савина все называется немножко иначе, неже сейчас используется. Вообще, я говорю, нет общего названия. Есть какие-то углы. У Каждый используется эти аналоги. Еще вопросы? Ну, угу. Тогда домашнее задание. Домашнее задание. Обязательно прочитать Савина, это первое. Ммм. Домашнее задание. Вот ссылка. Ты скидывал, да? Вот. Да. Сегодня ночью что-то там было. А? Сегодня ночью-то так было. Вот то, что... Сейчас. Вот. В поле регистрации, верно? Это ты скидывал. Да. Вот. Описать. Я вам ссылку скину на вот эту среду, которую я вам сделала. На чек листа апсинечку. Да. Оно вроде платное, но кажется, можете регистрироваться и попробовать там. Там есть какой-то реальный период. Вот. Зайти туда и написать... Ну, а писать, собственно, регистрацию. Или чек лист там, да? Да. Написать именно чек лист. Тест план... Бог с ним. Ну, попишем, но чуть позже. Обычно используюсь чек листом. Если вы не идёте тестировать медицинское ПО, пожалуйста, идите ещё коем-то специалистов. Вот. Если вы идёте тестировать вот сайты, мобильные приложения и прочие мелкие продукты. Ради бог. Так вот, пожалуйста. Анна, почему медицинское ПО, в чём дело? Критическое. Ну, что тебе объяснить? Ну, если человек не сможет зарегистрироваться или оплатить покупку, это будет ужасно неприятно, но ничья жизнь от этого зависит не знаю. Вот. Ну, я к примеру. Ну, и там. Всякие ядерные установки. Ну, всякое встречается. Вот. Всё хорошо. Ну, вообще, попробуйте, протестировайте. Опять же, можете параллельно написать, что бы вы тут добавили. Что он делает? Откуда это для вас вообще? Ну, это вот нажимая форма, которую делают. А кто сделал? Ну, вот у нас вчера нет. А, то есть это вчера кто-то проводил? Ну, кто-то сделал форму у нас. И там куча багов. Ну, вот, пожалуйста. У нас есть замечательные условия, в которых можно тестировать. Я думаю, что это будет замечательным тамошним заданием. Вот. Скидывать, я не знаю, наверное, нужно скидывать в группу. Я не знаю, не обещаю, что посмотрю, потому что времени очень мало. А, также он накидал очень много интересной информации в группу. Может быть, кто-нибудь из вас видел. Там разные интересные статьи. Не знаю, почитали или не почитали. Не знаю. Не знаю. Пораньше. А тут и дело, потому что я задание. Ну, пораньше мы сбрали. Последний день. Нет, сегодня я скину прям сегодня. Нет, не последний день, я действительно скинула довольно поздно. Ввиду того, что я просто не могла подойти к компьютеру и не работать. То есть, заделась, я как-то просто не работала. Я скидывала. Ну, с тем, что я скидывала вообще. Ну, хорошо. Здорово. Можно я спрошу по предыдущему занятию? Я вот, ну, эту табличку с карандашом там прочитала вблизи, увидела. И у меня возник вопрос. Я не смогла подойти в интернете, крайне быстро не смогла. Entry Point Testing. Это что такое? Ну, там так написано, фабрически. Звучит так, что как будто бы, когда пользователь совсем разозлился к чертям. Я скинула, ты не прочитала статью, но я скинула приложение, в котором вот эта вся графит-трайдная страница расписана по всем. Вот. Есть, возможно, такая терминология, но я и не пользуюсь, если честно. Может быть, стерлинг как начальной установки? Сейчас я могу найти. Есть приложение? Есть приложение? Еще раз говорю, там есть. Вот. Тестирование предварительной установки. Это то, о чем я говорила. Мы можем сразу начать писать или нет? Понимаешь? Да. То есть нам предварительно нужно надеть точилку, новый, топор, заточить. И его можно начать писать. Вот. Очень часто используются им на доступных провалениях. Запуск, запуск, запуск. Ну, помнишь, я знаю. Вот. Как-то так. А вот я сейчас о чем подумала. В чек-листе там статус, да, у тест-кейса. Вот. А то есть статус, допустим, невыполнен или вот как там, да, невыполнен? Выполнен, невыполнен, да? Статус пройден. Ну, да, пройден, невыполнен. Статус блокет, так называемый. Это статус, когда, если есть зависимость, оно блокирует всю последующую цепочку зависимости, например. И он полностью стопорит любую работу приложения, понимаешь, да? Да. То есть если мы не можем зарегистрироваться, то, может, даже никуда не здесь. Мы остальные кейсы пройти не сможем, по-любому. Вот. Статус пройден, но со шлипкой. Понятно. То есть кейс пройден, жить сможем, да, но как бы при регистрации я немножко расколбасила. Да, то есть это не очень хорошо. Понятно. Есть еще другие статусы. Они прописаны вот в тазличках. Вы можете дать посмотреть, почитать про статусы бага, про то, что разработчики очень обижаются, когда ты там некрасивую кнопку называешь баговую, нужно называть косметикс. Это все мы проговорили. Понятно. Ну да, это не баг, там мы всего лишь на мерточку поправим. Вот. Статусы бага. Это я все расскажу на следующем проекте. Вот. Про то, как его заводить, как его правильно описывать, это тоже отдельная тема. Вот. Из домашнего задания, пожалуй, вам хватит. Если я наткнусь в какие-то интересные статьи, я вам так же скопом-скопом покидаю, вы можете почитать, это интересно. Вот. Так же скину презентацию и, наверное, скину статью, с которой я все тягала. Ну, в том числе ими. Вот. Все. И деньги на высоком уровне. Все. 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 Все.